Книга открытым оком. Вопрос 3216-18 том. Тема мусульманства. Мне было очень трудно читать Коран. И сколько ни пытался как-то систематизировать прочитанное, так ничего толком и не получилось. Там бесконечные повторы, оборванные мысли, незаконченность фраз, какие-то намёки. Значит, мне нужно хорошее исследовательское произведение о Коране и доброе его столкование. И есть ли такие? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Научное изучение Корана началось в Европе в XIX веке. При этом основное внимание исследователи обращали на историю создания Корана, критику текста и установление хронологической последовательности откровений. Немногие учёные На историко-культурные истолкования Корана и извлечения из него материала для биографии Мухаммеда Австрийские востоковеды Ашпренгер, Эфбуль, Венгерские, И, Гальциер, Английские, Т, Андре, У, Монгомери, У, Ат, Немецкие, Х, Гримми, Советский, В, В, Бартольд, Французские, М, Готфруэ, Тире, Демон Бин и другие. С текстом Корана в Европе впервые познакомились по латинским обработкам XII-XVI веков. В 1647 году вышел французский перевод Дюрие. Начало научным переводом Корана на европейские языки положил комментированный латинский перевод Эл Марачи. Подуя, 1698 год. Лучшие современные европейские переводы Корана делает Эр Блашера, Париж, 1957 по 59. Эр и Эр.Паретто, Штунгард, 1963 по 66. В России арабский текст Корана впервые издан в 1787 году в Санкт-Петербурге, последнее издание 1960 года. Первые русские переводы Корана, П.Постникова, Санкт-Петербург, 1766, анонимный. Первая четверть XVIII века М. Веревкина, Санкт-Петербург, 1790 год. А.В.Калмакова, Санкт-Петербург, 1792 год. К.Николаева, Москва, 1864 год. Все основано на европейских переводах. С арабского оригинала Корана перевели Д.Богуславский, 1871, не опубликовано. Г.С.Соблуков, Казань, 1878 и другие издания. А.Е.Крымский, М.Москва, 1905 год. Суры старейшего периода. И.Ю.Крачковский, Москва, 1963 год. Издание Корана в СССР. Коран, Ташкент, 1960 год. Коран, переводы, комментарии. И.Ю.Крачковского, Москва, 1963 год. Приложено Библию. Приложено Библу. Так, еще литература. Лид. Гольдзингер, Гольдцигер. И. Лекция об исламе. Первая с немецкого. Глава 1. Санкт-Петербург, 1912 год. И. Ислам в Иране, в 7 по 15 веках. 1966 год. Имеется Библ. Нордек в Гильштейн-Дес-Горанс. 2 Уфл. Т. 1-3. Тут она на английском, тут на немецком. Город какой-то ЛПЗ. 1909-1938 год. Блач В.Р.Индукшн. Оф-Коран. Второе издание. 1959 год. Смотрите также литературу при И.П.А. Грязневич. Это все и в Большой советской энциклопедии. Мой искренний совет каждому, кто ищет пользу душе и ее вечному спасению. Читайте Библию. Когда я впервые захотел познакомиться глушбой с содержанием Корана, ибо у меня были вопросы, которые думал разрешить, придя в Йоминское посольство в Москве, я увидел там абсолютное пренебрежение к себе, как в православной епархии. Меня чуть не из-за рукав тут же выдворили, не дав даже просьбу высказать до конца. Между сотрудниками шла громкая ругань, едва ли не до драки. А я хотел поближе познакомиться с их Кораном. И тогда Господь снова напомнил мне. Исайя, 55 глава, 2 стих. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Иеремия, 2 глава, 13 стих. «Ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды, живой оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Стих. «Сокровища и клады под землей, в глубинах моря ищут водолазы. Кому-то посчастливится нашедший страна злой, что мало-мало, чтоб хватило сразу. Буравят, щупами бессовести суют. Разочаровываюсь крупно, разорившись. Кого-то за находку тут же тянут в суд, изымут дедушкины скрытые излишки. А я познал, изведал и кричу, что Библия утеряна не первый год в России, а без нее каюк и карачун. Все беды на головы буйном оросились. Сокровища веков, жемчужины столетий, богатства нищих, силы ослабевших. Тебя сквернили и хватали сплетни, что кто тебя прочтет, тот будет сумасшедший. На поле сердца этот клад ищи, жемчужное писание возликуй, заваленное вымыслами. Столько лет молчит, в свой адрес не услышали пары аллилуй. У Библии своя программа толкования, а без нее зависнет разумение. В нее вгрызались ереси словами и растекались по страницам змеями. Сокровищница, скрытая попами, церковно непонятным языком. Беда всем тем, кто в плем к ней не попали, тот с Духом Божиим вовсе не знаком. Копайте глубже даже между строк и не ослабевайте провозглашать повсюду, что в Библии всегда великий прок. Без слова Божия всем неизменно худо. Любительница всех, кто верит ей, и тех она в полон сдаст Иисусу. Вникай в нее и безразмерно сей. Конечно, на родном Великорусском.